Привокзальная библиотека номер 4 предлагает вашему вниманию видеопрезентацию «Лепестки моей семьи», посвященную Международному Дню Семьи. Международный День Семьи отмечается 15 мая. Этот праздник позволяет нам лишний раз проявить внимание к близким людям и задуматься о значимости их в нашей жизни. Семья – это крепость, спасение от трудностей, опора и поддержка, которая дарит тепло, уют и спокойствие. Ведь дома нас окружают родные люди, которые нас любят, понимают и всегда готовы прийти на помощь. Международный День Семьи был учрежден в 1993 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы обратить внимание общественности разных стран на проблемы семьи. В Российской Федерации Международный День Семьи отмечается с 1995 года. В Международный День Семей проводятся различные дискуссии, конференции, фестивали, посвященные вопросам семьи. По всему миру проходят концерты, форумы, благотворительные акции для многодетных семей или семей с приемными детьми. Супружеские пары с большим стажем делятся опытом с молодежью. Также этот день широко освещается в СМИ. На телевидение и радио выходят тематические передачи, посвященные вопросам семьи. Предлагаю вам послушать отрывок из книги «Папа-мама, бабушка, восемь детей и грузовик» Анны Кэт Вестли. Жила-была большая-пребольшая семья. Папа-мама и целых восемь детей. Детей звали так. Марен Мартин, Марта Мац, Мона Миля Мина и малышка Мортон. И еще с ними жил небольшой грузовик, который они все очень любили. Еще бы не любить, ведь грузовик кормил всю семью. Обычно папа и грузовик выходили на работу каждый день, и папа получал за это деньги. Деньги папа отдавал маме, а мама покупала на них еду. И все были довольны, потому что приятнее быть сытым, чем голодным. Когда папа, мама и все восемь детей гуляли на улице, прохожие почти всегда принимали их за небольшую демонстрацию. Некоторые даже останавливались и спрашивали маму, неужели это все ваши дети? Конечно, гордо отвечала мама, а то чьи же еще. Папа, мама и восемь детей жили в высоком каменном доме, в самом центре огромного города. И хотя семья была такой большой, их квартира состояла всего-навсего из одной комнаты и кухни. Ночью папа и мама спали на кухне, на диване, а дети в комнате. Но разве можно разместить в одной единственной комнате целых восемь кроватей? Конечно, нет. У них и не было никаких кроватей. Каждый вечер дети расстилали на полу восемь матрасов. Им казалось, что это не так уж плохо. Во-первых, можно лежать всем рядышком и болтать сколько захочешь. А во-вторых, нет никакой опасности, что ночью кто-нибудь свалится с кровати на пол. На день матрасы укладывались высокой горкой в углу, чтобы по комнате можно было свободно ходить. И все бы было прекрасно, если бы ни одно неприятное обстоятельство. Вот какое в квартире прямо под ними жила дама, которая терпеть не могла шума. Ну что поделаешь, если Марен любила танцевать, Мартин прыгать, Марта бегать, мат стучать, Мона петь, Миля играть в барабан, Мина кричать, а малышка Мортен колотить по полу чем попало. Одним словом, можете себе представить, что у них дома было не очень-то тихо. Однажды в дверь постучали, и в комнату вошла дама, которая жила под ними. Мое терпение лопнуло, заявила она. «Я сейчас же иду жаловаться хозяину. В этом доме невозможно жить». «Неужели вы не можете утихомирить своих несносных детей?» Дети спрятались за мамину спину и осторожно из-за нее выглядывали. «Я все время пытаюсь их успокоить», сказала мама. «Но ведь они просто играют, как все дети на свете». «Разумеется. По мне, так пусть играют сколько угодно», сердито сказала дама. «Но после обеда я ложусь отдыхать. И если я еще услышу хоть один звук, я пойду и пожалуюсь хозяину. Я только хотела вас предупредить». «Что ж, ладно», вздохнула мама. «Сделаем, как обычно». Детям было хорошо известно, что значит «как обычно». И четверо старших сразу начали одевать четверых младших. Мама тоже повязала платок и надела пальто. И все были готовы к прогулке. «Куда же мы отправимся сегодня?» спросила мама. «Откроем новые земли», сказала Марин. «Пойдем на улицу, по которой мы никогда раньше не хотели», подхватил Мац. «Тогда нам пришлось пойти очень далеко, а у нас не так уж много времени», сказала мама. «Пойдемте лучше на пристань». Пока они гуляли, с работы вернулся папа. Он поставил грузовик возле дома. И прежде чем пойти домой, немного помыл и почистил его. Тряпку для протирания грузовика папа положил в кабину под сиденье. На обратной стороне сиденья у папы были приклеены фотографии мамы и всех восьмерых детей. Если папа встречал кого-нибудь, кто ему особенно нравился, он поднимал сиденье и показывал фотографии. «Вот и отлично», сказал папа. «Теперь и грузовику приятно, и я могу спокойно идти домой». Но как только папа открыл дверь в своей квартире, он сразу понял, что дома никого нет. «Видно, опять у нас побывала дама снизу», догадался он и прилег отдохнуть. Через некоторое время мама с детьми вернулась домой. Грузовика возле дома не было. Вы прослушали отрывок из книги «Папа, мама, восемь детей и грузовик». Предлагаю вам вместе изготовить поделку к международному дюйс семьи. Вам понадобится цветная бумага, цветной картон, ножницы, клеящий карандаш и обычный простой карандаш. На коричневом листе обводим ладошку и вырезаем ее. Берем зеленую бумагу, желательно двух оттенков, и обрываем две полоски. Приклеиваем на фон сначала зеленые полоски, а затем ладошку. Фон может быть белым или светло-голубым. Вырезаем цветочки диаметром около 7 сантиметров. Можно воспользоваться шабоном или вырезать любым другим знакомым способом. Приклеиваем цветочки на веточки нашего дерева. В качестве сердцевинных цветов можно использовать фото родных. Наша поделка готова! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok